На Западе все русофобы, в той или иной степени. Мы всегда были очень добрые, добрые, а нами все пользовались. Хватит играть в хороших парней. Отдавай мои игрушки, не писай в мой горшок. Что-то в нашем обществе не то. Значит, что-то в нашем обществе не так. Привет, друзья, я Григорий Герман, это Скальпель. Наливайте чайок, будем разговаривать. Мы множество раз говорили о том, что пропагандоны в России живут в своем иллюзорном и фантастическом мире. Мире, в котором до сих пор сияние российского оружия затмевает свет солнца и истинное положение на фронте, выражающееся в освобожденных от расистской плесени поселках и полях на юге Украины. Но на самом-то деле пропагандисты-то живут во вполне реальном мире. Мире, характерно пахнущих пачек вечно зеленой валюты, пухлой кредитки, алькантары в салонах элитных европейских авто. Правда, с неработающей поддержкой в последнее время из-за санкций, сынок талькантара, она ж пахнет и без техподдержки. Они прекрасно знают, что и как на фронте, что и как с ПВО. Они знают, какие авгиевы конюшни в российском государственном управлении, в экономике. Они видят, к чему это все приведет. Они все это знают. Но пачки денег, дома и машины не появились сами по себе. Пропагандисты в России за деньги кремлевских заказчиков строят иллюзорный мир не для себя. Они возводят башни из папье-маше и красят их дешевой позолотой, брызгают ароматом счастья, идентичным натуральному, ради того, чтобы как можно больше россиян превращались вот в такое вот щекастое и курчавое облако иллюзий. Я считаю, нас ждет еще более великое будущее. Что нас за великое будущее ждет? Ну, в теории, вообще, господство над всей Европой, над всем миром, космическая программа, охватывающая всю Солнечную систему и покорение всей Солнечной системы. Это только минимальный план. А так, ну, в принципе, я думаю, нас ждет только хорошее, как бы, возможно, улучшение законодательства, как бы, улучшение заработной платы, в принципе, и вообще уровень жизни. Господство над Европой, да? И господство над всей Солнечной системой. А как это господство над Европой? Это что, мы туда зайдем в Париж, что ли? Примерно так же, как господство на всей солнечной системе. Это как? Это можно пример привести? Чтобы мы понимали просто. Просто везде будут российские флаги, и все будет России. И все будет замечательно. То есть россияне будут купаться в фонтанах Парижа, Леона, Марселя, Бордо? Французы станут россиянами. Французский административный округ. Все будет хорошо у нас. Откуда такая тяга к Франции, Германии, к Польше, к другим странам? Почему не можем ограничиться нашим? Мне очень жалко просто, потому что я вижу, что у них очень много внутренних проблем. И единственное, чего я желаю им, это добра, поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию. А французы, немцы, американцы захотят вступать? Ну, захотят, не захотят. Обычно люди захотят. А как насчет их коррумпированного правительства, я не знаю. Но я желаю их народу только добра, поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию. А что вы им можете предложить, чтобы они вступили? Как вот молодой человек, у вас идеи, наверное, есть? Ну, как я упомянул, высокие заработные платы, социальную обеспеченность, в принципе. Как никакую охрану государства, в принципе. То есть только хорошее могу им предложить. Плохое, пускай они оставляют у себя в прошлом. Ну, то есть мы им можем предложить высокие пенсии, зарплаты, социальные гарантии, вот это все. А все это мы можем предложить, и даже сполна. А у них этого нет. У них это не в такой степени, как у нас, в принципе. Им до нас есть еще куда расти. Я, честно вам скажу, я три раза пересмотрел. Вы можете тоже пересматривал с надеждой, что, ну, может, это ирония такая, ну, вот очень тонкая какая-то. Может, это сарказм. Ну, не может же молодой, то есть умеющий оперировать данными из интернета, лучше, чем печатным словом парень нести такое. Ну, не может. Ну, как? Он же явно издевается над интервьюером, над зрителем. Это пародия. Пародия. Но, как когда-то спел Слепаков, о чем ли, если нет? Ну, вот если это не ирония, а искреннее воспаление мозга от надутого через уши пропагандонами сквозняка в черепушке. Солнечная система, Россия. Ага. Французы, испанцы хотят жить, как в России. Ну, да. Конечно, хотят. Вот когда им в этих сансах и монпельях доведется наслаждаться фекальными селями, как в Волгограде, а? Пока Россия не придет никогда. Давно ли они в своих Нормандиях до Каталония ходили, как нормальные корельчане или якуты, в туалет типа сортир, во дворе? Давно, правда. Настолько давно, что прям никогда. Или вот, в Ростове. Затайки елоку. Ой, 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 ой. О, ой, 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 ой. Какой же тулузец или мадридец не хотел бы проехаться вот в таком вот общественном транспорте, а? Сухие, чистые автобусы, которые ходят более или менее по расписанию. Скукотища. А тут вот воспоминания на весь год. Ну, или на полгода. Или на месяц. Короче, до следующего дождя. Россия. Сверхдержава. Сверхприбыли от нефти и газа. Это широкая душа. И широкие карманы у тех, кто должен за все это отвечать. У тех, кто достает из широких штанин дубликатом бесценного груза удостоверение депутата. Ну, или чиновника. Или, да господи, любую корочку достает, которая связывает ее владельца с чиновничей кастой. Вот Кучерявый в этом моменте он ошибался. Он сказал, что народ, мол, типа в Европе простой, хочет жить, как в России, а чиновники нет. Фигня. В любому чиновнику, в любой стране просто намекните, мол, присоединяйтесь к России и сможете на своем посту делать все, что захотите. Воруйте, крадите, кроите, любите гусей, гуляйте. Вы чиновники. Это звучит гордо, непоколебимо. Как думаете, многие устоят? Ведь на самом деле, натура человеческая одинакова, всюду и удерживает чиновника в Европе от противозаконных действий только неотвратимость наказания и гражданское общество. Неотвратимость наказания, которая стала частью менталитета. Сначала было воровать плохо, потому что рубят руки и бьют лицо. Потом осталось только воровать плохо. И то чиновники в Европе, они же не без греха. Но в России это же новый просто уровень. Идите во власть, что вы будете делать дальше? Воровать. Все? Ты сказал свое слово? Да, блин, прям. Или мы все-таки будем работать? Ты не правильно сказал. Ты сказал свое слово? Да. Давай я скажу. Я тебе задал запрос, Берн, ты когда придешь в власть, что ты будешь делать? Ты сказал воровать. Хорошо. Я буду воровать. А у кого я буду воровать? Нет, подожди, Берн. У народа. А что нам предложили? Ай, молодец. Ой, конечно будет. А как же не воровать? Это же Россия. Никто не хочет быть Николаем Лаптевым, лейтенантом ГИБДД, самым честным и самым нищим. Все в Юрия Венедиктовича мечтают попасть. Ну или в Викторе Харитоновиче. Национальная идея и большая российская мечта попасть во власть и косить. 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 Жизнь одна и прожить ее надо так, чтобы Монако, яхта, Милан, Куршавель правильно. Хотя сейчас это сложно, но человек с фантазией себя и в России может найти. Сначала находим должность, потом находим преимущество, которое она дает. А они в России могут быть самыми неожиданными. Вот, например, какая связь может быть между котом и боевым вертолетом? Ну, включите фантазию. А если вы командующий воздушной армией или дивизией? Были ли какие-то случаи нелогичного, нерационального использования летчиков, авиации, личного состава? Да. Полно этих случаев. Я уже об одном говорю. Нашему командующему нужно было перевезти кота. Ну, животное. Домашнее животное. Кота. Кот. Ну, кот. У него там вроде какой-то породистый, если не ошибаюсь. И было назначено два экипажа. Вертолета Ми-8 и Ми-24. Ми-8 и Ми-20. Да. Два вертолета перевозили это великолепное животное из Ростова, условно говоря, в ЕС. То есть Ми-8 летит и на четыре кружит, прикрывает. Зачем? Ну, чтобы вдруг собьют. Кота-то жалко. Сколько человек в этих двух вертолетах летит? Ну, три Ми-8 и три Ми-4-6 человек. И сколько лететь надо? Ну, в районе часа, то есть минимум. Короче, спалили до финича. Да, спалили много топлива, ресурсы, техники. Соответственно, экипаж тоже не всегда там бывают. Не всегда дают дыхать. И вот знаете, что самое интересное? Что у простого глубинного народа эта история не вызовет никакого особого удивления. Ну, норм, он же генерал. И связь между тем, что генералы своих котов боевыми вертолетами передислоцируют, с тем, как потом эти генералы воюют, она в голове у глубинного россиянина никак не прорисовывается. Какой-то российский треугольник, в котором исчезает здравый смысл. Вот с этим пилотом, там вообще чудесная история. Только две спецслужбы в мировой истории смогли провернуть такую операцию. Моссад в 1966 году и ГУР в 2023. Но еще чудеснее эта история тем, что это вот прям инструкция прямая, что нужно делать. Одни сплошные плюсы. Ребят, военные, российские, ну вот реально, что лучше? Сдохнуть во враждебном украинском небе? Вечного полета, братья, догорающие в траве? Или оставаться в армии, которая все равно по ходу проиграет, и твоя кокарда превратится в печать проклятого? Да проиграет, проиграет. Вы же знаете, кто вами командует. Кто ворует, как ворует. Вы знаете цену своим генералам. Вы знаете, как мало среди них условно хотя бы толковых. Знаете. И вы знаете, что менять их никто никогда не будет. Что генеральская каста – это скала, это гранит. И вы знаете, к чему это приведет. Как там было, когда львами командует баран? Так и львов среди вас, мягко говоря, нет. Лев – это гордость, это честь. А какая честь у тех, кто запускает ракеты, зная, что они летят в женщин и детей? Так что давайте не будем про честь, давайте о деньгах. И тут у Кузьминова чистый профит, чистая совесть, чистые документы. Весь мир перед ним. Хоть Европа, хоть Штаты, да хоть тропический остров и мулатки-массажистки гурьбой. А если бы у него были жена и дети, то они бы в нормальной стране жили и учились. Любой стране на выбор. Когда у тебя уважаемый паспорт, а не курица, и полмиллиона, ну или миллион долларов на кармане, мир улыбается тебе во все 32 зуба. А если совсем тоска заест по родине, можно сразу билет в Польшу зарезервировать и в весеннем лесу попить березовый сок с пивуньей какой-то. Березки в Польше ничем от российских не отличаются. Ну, разве что чище и ухоженнее. Думайте. Украина, в отличие от России, которая тебя всегда кинет, сынок, Украина свои обещания выполняет четко. У Кузьминова спросите, он подтвердит. Ну а иначе, рано или поздно, будете записывать какие-то вот такие вот видео. Мы вот так лежим на этом. Нас никто не хочет забирать. Говорят за свой счет, добирайтесь. Вот так вот спят люди. Я не знаю, как с этим быть и что с этим делать. Зарплату не выплатили. Единовременно, которое должно быть от губернатора, ой, от президента. Губернаторских там никаких не дали. Ничего не дали. Нас здесь бросили, как дебилов. А почему как? Вы дебилы и есть. Ну извините, пацаны, не в вашем положении реверансами заниматься. Пришло пора, пришло время реально на ситуацию посмотреть. Если вы не смогли избежать или убежать от мобилизации. Если после мобилизации не смогли отпетлять в учебке или в ППД. Если оказались на фронте, пройдя вот весь этот адский путь. Нет, это вот как, не знаю в каком сне, как будто бы это вообще не с людьми происходит. Отправляли 380 человек. В основном это Челябинская область. Документов у них нет, записи военников у них нет. Региональные власти за три дня до отправки их на Украину приезжал вот ученик. Их в это время закрыли в боксах автомобильных. Их туда закрыли и просто-напросто не выпускали, чтобы они не смогли обратиться со своими проблемами. Гуманитарную помощь, то есть 500 рюкзаков, которые были оборудованы полностью. Через три дня наших отправляли, ни одного не выдали. Они поехали с тем, что они купили сами на свои деньги. Мой муж подписал контракт в мае месяце на службу армии на СВО. С документами вообще проблемы. Идентифицировать их там не могли. Выплаты им не поступали. Они не могут ничего сделать. Присоединить к какой-то части, поставить на удовольствие к какой-то части, потому что у них нет документов, нет приказов. За мае месяц поступило нам 4000 рублей. За июнь месяц нам поступило 17000 рублей. За июнь месяц 18000 рублей. Прошло. Все. Вот если после всего этого уже на фронте вы не вышли сразу же на связь с украинцами и не сдались в плен, а начали записывать вот такое видео, то кто вы? Феврайр. Ну сори, пацаны, из песни слов не выкинешь. Вот даже вот этот вот персонаж, который сейчас будет, он умнее тех, кто записывает слезливое обращение к Путину, к женам, к командирам, в Международную Лигу Сексуальных Реформ еще обратитесь. Реально, вот этот чмоп умнее, он уже в плену. В каком году началась Вторая Мировая? А закончилась когда? Ну, в каком году? Это, Великая Отечественная, в каком году началась? Ну, говори, не бойся, в каком году? Ну, две войны было. Вторая Мировая и Великая Отечественная. В каком году одна началась, в каком другая? И когда закончилась? Хотя, конечно, багаж знаний, мягко говоря, такой себе. Ну, как багаж, так, авоська дырявая. Но ума сдаться в плен хватило. А вот следующим нет. Ну, тут со следующими вообще удивительная история в своей наивности. Здоровые мужики. А наивные, как трехлетний ребенок. Потому что они, ко всему, о чем я уже сказал, выше еще и адресата для своего плача выбрали просто уникального. Здравствуйте, парни. Кто может видеть, кому может рассказать это все, пишем, пока мы еще живы. Сегодня 8 сентября 23-го года. Мы бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-шивовой бригады. Мы находимся рядом с Бахматом, Клещеевкой. Возле Клещеевки. Личного состава бригады осталось у нас всего 30%. В моем подразделении осталось только 3 человека. На сегодняшний день мы имеем такую хуйню, чтобы отряд Ахмат, который прикрывал нас с северной стороны, был приказом снят с позиции, для того, чтобы уехать на голосование в НРДНР. Мы не можем понять, что нам это сейчас голосование, если у нас дыра брешь в обороне. Ахмат, будьте мужчинами. Вернитесь на позиции. Серьезно, вернитесь на позиции. Будьте мужчинами. Прикройте нам задницу нашу. И воюйте, так же, как мы. Я так и слышу ответ. Прости, брат. Все, брат. Мы все поняли, брат. Мы возвращаемся, брат. Вот до этого Ахмат Слива не понимал. Но вот увидели это видео, и прям скупая слеза побежала по черной бороде. Все осознали. В тот же момент уже возвращаются. Так быстро, что даже нет времени тикток записать брат с ответом. Я серьезно, я же не издеваюсь. Уже даже не едут. Они бегут назад на позиции дома. Вот до бежит до на помощь русским десантникам. Главное, чтобы пробки никакой по дороге не было, потому что единственное, что может остановить Ахмат, стремящийся на помощь своим боевым братьям-славянам, это подлые пробки, Дон. Хотя не факт, что Ахматыч бежит в сторону Клещеевки. Тут есть важнее дела. Тут на исконных кадыровских землях для кормления, то есть в Москве, мусульман обижают. В царстве Россия идет, понимаешь? Можешь снимать мне сколько хочешь? Я пристаю к человеку. А вы все толерантные, да? То, что у нас русских пацанов на СУ убивают, пока они здесь сидят. А что ты хочешь от девушки? Я чего хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила. В смысле нормальную одежду? Она хорошую одежду носит, достойную. Она строит лицо. И что? У нас это террористическая угроза может быть. Послушай, ты вообще кто такой? Почему ты делаешь девушке замечания? Ты где воспитан? Я с тобой разговариваю вообще. Я заступился за девушку, потому что мне неприятно. Будь это девушка в этой одежде, в другой. А я за него заступлюсь. Понял? И что? Понял. Правильно делает замечание. Значит, пускай, пускай, пускай. На государственном уровне примут это. Ох, сидеть этому пацаку на шампанском. Ну, точнее, на бутылке от шампанского. Хотя, с моей точки зрения, справедливо будет сидеть. Потому что кидаться на людей только из-за того, что они в иной храм молиться ходят, это моральное уродство. Потому что на девушку нападать, это моральное уродство. С любой точки зрения. И с любой стороны. Но как же хорошо и мирно живется разным народом в Раисюшке, да? Так и чувствуется небывалый уровень интернационализма российского. Терпимость, присущая русскому народу, да. Прям вот все, как по телевизору говорят, правда? И вот, знаете что, пусть со мной спорит тот, кто ни разу в жизни из россиян не произнес слова «чурка», «хач», «хохол» и так далее. Есть такие? Ага. И, кстати, самое интересное, девушка-то русская оказалась. Всем ассаляму алейкум. Здравствуйте. Я хотела бы прояснить ситуацию в метро. Дело в том, что я являюсь гражданкой Российской Федерации с рождения. И я очень уважительно и толерантно к другим религиям и национальностям отношусь. В тот день я ехала со своей начальницей православной женщиной, мы с ней в прекрасных отношениях. Решение покрываться таким образом полностью мое. Я не призываю к этому другие религии или других мусульман. Полностью мое решение. Ситуация произошла так. Мы спокойно сидели и общались. Подходит мужчина. Начинает просто вплотную к моему лицу кричать и совать руки в мое лицо. Если бы не было физического взаимодействия, я ситуацию просто бы оставила. Возгласы были такие, что я не имею права носить хиджаб в России. Спасибо огромное людям, которые заступались, которые пытались поговорить с ним. Но, к сожалению, человек стоял полностью на своем. Ни к чему это не привело. Он выходил с гордо поднятой головой. Чувствую себя победителем. В России живет больше 40 миллионов мусульман. И мы имеем право исповедовать свою религию. Такая вот история удивительная. Очень показательная для современной России. Стартанули, буром накатили. Получили в кабину от окружающих. Отвалили. А потом еще и выяснили, что все не те, кем кажутся. Украина оказывается сильная и зубастая, жесткая и бескомпромиссная. Европа деятельная и сильная. США решительные, так что руки не гнутся. Поляки, балтийцы, скандинавы, чехи, румыны, словаки, болгары. Все оказались не такими, какими их себе представляла Россия. Кстати, с теми, кого Россия на безрыбье называет своими союзниками, ну или партнерами. На очереди вот та же ситуация. В этом аттракционе настоящие лица. На кого там нынче молятся пропагандонные кремлевские старцы? Китай? Ага. Иран? Да. Индия? О, конечно. Пухлый Ким. Игра «Возьми в России все, что тебе нужно и не забудь воткнуть нож в спину» продолжается, да. Матросы, слегка расслабив ремень, становятся в очередь, чтобы поматросить и бросить. А если еще не бросают, значит недоматросили. Да, Россия богатая, большая. С таким гроссмейстером во главе ее матросить не перематросить. Турция будет продолжать пользоваться Россией весьма успешно, жить за наш счет. Берем ту же самую атомную электростанцию, которую мы строим за свой счет и деньги, за которую мы получим, может быть, лет через сто в лучшем случае. А мы о будущем думаем, вас всегда. 20 миллиардов. 20 лет окупаемости электростанции. 20 лет, да. Но через 20 лет турецкая лира будет приравнена к туалетной бумаге, как это сейчас происходит. Это первое. А второе, конечно, конечно. Знаете, вот когда ковид наступил, туалетная бумага везде пропала. Многие люди страдали от этого. Поэтому там цены, естественно, привязаны к доллару. Мне хочется, чтобы когда-нибудь вы все-таки как-то оптимистично посмотрели на жизнь. Оптимистично я не буду смотреть на это, потому что Турция не сдвинется со своей позиции по Украине. А не надо? И по непризнанию российских территорий. Вот. Да, будет. Какое-то время. Пока будет хоть что-то на счету. А потом все. И Китай, и Индия, и Турция будут с удовольствием доклевывать тушу дохлого динозавра, который почему-то решил, что может безнаказанно бушевать, согласно своей динозаврией натуре, в мире теплокровных. Но сдох от порезов, которые нанесла ему Украина. Порезы, инфекция, разочарование, отсутствие иммунитета. К вызовам 21-го столетия. Просто размеры строения тела, не подходящие для нового климата. Если ты динозавр, сиди в своем вольере на радость посетителям парка. Рычи оттуда, получай свою пайку и тихонько доживай свой век. В конце, получив слезы прощания от фанатов живой природы. Но нет. Сломал клетку, воспользовавшись штормом. Вырвался на свободу, начал крушить все вокруг. Ну и получит вертолеты, снаряды, ракеты прямо в свою динозаврию бошку. И праздник торжествующих теплокровных, заваливших, наконец, этот опасный реликт прошлой эпохи. Это неизбежный конец всех реликтовых организмов. Или приспосабливайся к новому миру, или сдыхай. А для того, чтобы приспособиться у эрфазавра, мозгов не хватает. Сколько ты умным не притворяйся. Вот как-то мы шли навстречу, потому что мы такие добренькие. И мы всегда были очень добрые-добрые, а нами все пользовались. И теперь нужно это прекратить. И вот насколько где-то это было право. Мы были не добренькие, а наивненькие. Наивные, добрые. А в 90-х слабенькие. А нас надули. А нас надули. Дело в том, что что-то в этом, конечно же, частично это так. Какие-то обещания Запад не выполнял. Мы видим это и на примере зерновой сделки. Не выполнили ряд обещаний. Но есть и обратная сторона монеты. Россия шла на определенные уступки все эти годы и последние десятилетия. Не только потому, что она такая добренькая и наивная. Нет. У нас хорошие дипломаты на самом деле. И хорошие страноведы и специалисты по международным отношениям. Потому что понимали, что не все, не всегда, когда тебе что-то обещанное не дают, не всегда выгодно для себя идти на полный кризис разрыв. То есть вы хотите сказать, чтобы вы были не только добренькими и наивненькими, но еще и... Прагматичными. И мудрыми. И слабенькими. Нет. Силей прагматичными. Погоди, это разные вещи. Что значит слабенькими? Прагматичными – это хорошо. Ни одна страна, даже американцы, не могут позволить себе делать всегда все, что они хотят. Понимаете? Не об этом. Да-да-да-да-да. Это все хитрость была. Хитрость, а не тупизм. Знакомая отмазка уровня средней школы. Это я специально обгадился, чтобы врага отпугнуть запахом. Кстати, дамы и господа, мадам и месье, товарищи, не к ночи будет сказано, встречайте на арене нашего цирка новую методичку. В общем, чтобы вы понимали всю глубину. Новая глава в книге «Все, что вы хотели узнать о злобном Западе, но боялись спросить». Уже доказано опытом последних 30 лет, Запад не раздумывая, в любой момент, когда ему захочется сдержать твое собственное развитие, а именно в этом цель – сдержать развитие конкурентов, будет злоупотреблять всеми теми договоренностями, которые достигались. Ни одна из принципиальных договоренностей, которые заключались с Западом после 1991 года, не была выполнена. Ни единая. Поэтому тут и на слово верить нельзя, но нельзя верить и тем подписям, которые Запад ставил на многочисленных документах. Понятно, это Запад сдерживает развитие России. Подлый Запад закидал наивную Россиюшку нефтяным баблищем в сказочных размерах, а потом вот прям заставил большинство денег украсть. Это Запад, значит, выстроил в России с 2000 года. Такую систему, которая давила ментами, налоговой, ФСБшниками все инновационные и высокотехнологичные бизнесы, оставляя только те, которые, а, готовы были делиться, б, которые можно было использовать для одурманивания своего населения и борьбы с Западом. Это я про Яндекс и всякие, типа высокотехнологичные, если что. Запад прямо вот заставлял тратить нефтедоллары на Абхазию и сестричку Сирию, а не на современные дома в Якутии, в Карелии, там, железную дорогу, в Тыве. Это все Запад. Запад, а не вот этот вот. Который баснословные прибыли от нефти и газа смог профукать и протрынькать на яхты и на дворцы, на друзей и их яхты и дворцы, на детей друзей и их яхты и дворцы. Кто это построил в России систему, которая рубит на корню инициативу, где путь к успеху лежит через верность царю и его команде? Где чиновник богаче бизнесмена и исключением является только бизнесмен-чиновник, ну или бизнесмен-друг Путина? Кто это выстроил систему, в которой природные ресурсы и естественные монополии – это кормушки для своих? Кто профукал самый длительный и самый обильный денежный дождь в истории России? Россияне, вы живете как в Дубае? Ну или как Сауды? Нет? Потому что кто-то все это профукал. Профукал и вот теперь сидит в микрофоне ковыряется. Хотя, ну вот что с него взять? Ну реально. Вынесло на самую верхушку человека, который моль. И самое большое достижение которого – его гордость. Это не ученая степень, не законченный с отличием вуз, не созданный с ноля бизнес, как у Стива Джобса или Билла Гейтса. Даже не построение страны, в которой такие Джобсы и Гейтсы могут рождаться. Нет. Я вот в стройотряде работал, мне была присвоена квалификация плотник четвертого разряда. Я до сих пор этим горжу. Плотник – это хорошо. Это реально прекрасная профессия. Понятно, что у них с Шойгу, да, такая любовь. Этот плотник, тот резчик, сядут в тайге на коряку и начинают стамесками мериться. Все хорошо. Вот только вот проблема в том, что этот и плотник четвертого разряда не выше. Плотник – х**, КГБшник – х**, чиновник – х**. Ну, президент, наверное, хороший, да? Да нет, конечно. Президент четвертого разряда, который начинает войну, в ходе которой противник становится только сильнее. Нет никаких сомнений, что они не остановятся и не останавливаются. Они сначала годами размышляния отправлять ли им несчастные украинцам джавелины, да, каски там, условно говоря. Сейчас речь идет уже об обедненном уране, об истребителях, о целой авиации, которую они собираются поставить на Украину. И поставят, будьте спокойны, поставят. И ракеты дальнего действия, способные достигать территории России, прям вглубь России, поставят. Все это будет. Контурнаступление, которое против нас готовил весь западный мир, повторяю, мы отразили. И, в общем-то, без, слава богу, без существенных потерь для себя. Конечно, мы живем не в той атмосфере, в которой даже год назад мы каждое утро просыпаемся и ждем новостей, что там случилось за ночь в Крыму, в акватории Черного моря, с мостом, а какие еще беспилотники летали над нашими городами. У меня практически во дворе, на средних улицах, дважды за неделю беспилотник упал. Ну, такая наша новая реальность. А-а-а, без особых потерь для себя. Ну, ок, так и запишем. Тысячи российских солдат, которые сдохли. Это для Риты не особая потеря. Тысячи только в течение последних двух-трех месяцев, а может, десятки тысяч. У Риты вообще только одни прибыли. Ну, может, пара седых волос добавилась, но это дело закрашиваемое. По беспилотникам у Риты точно все без потерь. Это ж в соседский двор прилетали. У Риты и у Тигранчика все без потерь. А другие, так и другие по боку. Это, кстати, не новая реальность, это старая. В России всегда плевать хотели на простых людей. Они, простые люди, как потери не подсчитываются. Так что ничего нового. Хотя нет, подождите, вот я ошибаюсь. Есть новое для России положение. Новая реальность, кстати, тоже результат путинского правления. Миллиарды долларов кинуть в армию, парадами ходить, надуваться, как энцефалитные клещи, поднимать оборонную промышленность десятилетиями, начать маленькую победоносную войну, ну так, недельки на три, туда-сюда. Чтоб через полтора года этой войны спросить у Северной Кореи, у Северной Кореи, вы можете нам продать немного снарядов? Не корости ради, только мы волею пославшего Мя Путлера. Подайте снаряды в Христа ради. 152-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом, например, ОФ-25. Вот так. У Ким Чен Ина, надо прямо сказать, таких боеприпасов просто миллионы. Миллион. И поделиться он с нами своими запасами, как сказано, сказано, мы знаем у тебя запас. Запросто, запросто может. И эти боеприпасы в ходе специальной военной операции будут крайне нелишными. Тем более, когда противник еще своего наступательного пыла отнюдь не растратил. Я вот сколько не вспоминал, я не припомнил такого момента, чтобы Россия обращалась за военной помощью к таким странам, как Северная Корея. Ни царская Россия, ни Советский Союз. Это вот как для Советского Союза у Монголии что-то про Сию. Это прямо вот чисто путинское достижение. Помощь брали, да, но от стран, которые были сильнее. Там США во Второй мировой, ленд-лизм спас Советский Союз. А сейчас Северная Корея. Заводы, производство, бесконечные склады. Все оказалось трухой. Как так случилось? А все очень просто. Кто снаряды считать должен был? Министерство обороны. А кто возглавляет Министерство обороны? Вот этот вот математик. Потери большие. Вчера в результате там такой серьезной атаки на как раз работецкого управления. Они потеряют шесть танков. На другом управлении. На бахнутся там наши ребята. Очень искусные, я бы так сказал. Беспилотными аппаратами. Новые беспилотные аппараты. Так, что я так же. Уничтожили еще шесть машин. Поэтому вчерашний день только в управлении техники 11. Ну вот он как-то так и посчитал снаряды. Может это какой-то уникум в российской власть? Да нет, у них все там так считают. От Путина до последнего прапорщика. Шесть плюс шесть – одиннадцать. Потому что один себе. Это уже на уровне автоматизма, вы не понимаете. Кстати, проценты – это еще очень божеский откат. Меньше десяти процентов. Из двенадцати один себе – это вообще благотворительность какая-то. Мог тридцать процентов себе автоматом отсчитать. И они же все там так считают. Свои потери, чужие потери, свои успехи, свои неудачи. Вот все со своим интересом. Вот сейчас их основной интерес – рассказывать всем, что украинское наступление провалилось. Рассказывать несмотря ни на что. Особенно несмотря на карту. Можно сегодня говорить о том, что контрнаступ, как они его говорят, он абсолютно провалит. Другой вопрос, что потенциал еще сохраняется. И надо заметить, что бои идут достаточно жесткие. Но Путин так очень аккуратно сказал. Дай бог, так будет и впредь. Мы точку еще не ставим. Надо понимать, что идут бои, и там вообще пока чепчики вверх бросать рано. И они довольно ожесточенные. То есть им там нужно вот этот плацдарм вокруг Работино расширить, и они будут его просто держать зубами. Депутат Журавлев сказал, что возле Работино пока чепчики в воздух бросать рано. Ну, ок, рано так рано. Был когда-то такой хороший анекдот про симфонический оркестр. Там перед важным концертом в заслуженном оркестре пропал музыкант, который на тарелках сидел. И вот все в мыле, все в истерике, дирижер несется по закулисью, вдруг видит рабочие сцены, какой-то кабель в бухту сматывает. Говорит, ты кто? Спрашивает дирижер. И, Василий, смотри, Василий, мы тебя сейчас во фрак оденем, тарелки такие специальные в руки дадим, я тебе прямо перед собой посажу, ты на меня смотреть будешь все время, и держать вот так вот тарелки. Я тебе как сигнал дам, ударишь в них, и все. А я тебе ящик водки выставлю. Понял? Ну вот, все сделали, сидит Василий прямо рядом с дирижерским насестом, глаз не отводит, тарелки в боевой готовности, пот со лба катится, потому что ответственность же сумасшедшая. Дирижер дирижирует, и, видя пот и нервы этого Василия, им командует. Такой, еще рано, еще рано, уже поздно. Ну вот, как бы не поздно было уже чепчики бросать, с остальным-то вы уже опоздали. Ребята, во-первых, надо заметить, вы что сделали для фронта, чтобы это остановить? Ну, если нет, то тогда надо мобилизовывать всем. Мы сегодня все равно с мышлением такой колонии Запада. Вот мы протестный, но колония, понимаете? У нас там самое крутое, это иногент. Что такое иногент? Ну, слушайте, смешно просто. Он реальный враг государства. Он гадец в стране, вредит ей. Он просто, ну, иногент. Ну, мы вот такие, понимаете? Мы очень лояльные здесь. Не получится так. Не получится. Будет все меняться. Я в этом уверен. Как же им хочется одновременно назад в СССР и назад в нацистскую Германию, а? Чтобы не такие с табличками на одежде по улицам ходили. Ну, чтобы за стенки, пытки, шпионы, лампа в глаза, пальцы ломать. Имущество всех этих нацпредателей делить. Да, хорошо, что врагов народа расстреляли. Мы теперь в их квартире живем. Они же все себя видят не там, в застенках с вырванными зубами, подписывающими поломанными пальцами чистосердечное признание в работе на японскую разведку. Депутат Журавлев себя видит с другой стороны стола, в кожанке и с маузером. А так как он клинический идиот, он историю, например, Генриха Ягоды не помнит. А их там хватает тех, которые подоставали свои гаечные ключи и готовятся закручивать гайки ради борьбы со шпионами и диверсантами. Сегодня мы с вами все понимаем, что правильно. Мы говорим о том, что нужен СМЕРШ. Мы говорим о том, что нужно вводить смертную казнь. Мы говорим, 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 а по факту, повторюсь, ты выходишь в Ростове на любую дорогу, поднимаешь руку или доходишь до ближайшего автовокзала, достаешь легализованные документы, и ты можешь делать на территории России все, что ты хочешь. И это как раз является в какой-то степени, ну, если не приговором, то очень немым укором нашей безалаберности и нашей безответственности. Потому что мы сами позволяем и Буданову, и всей его свори, и всей этой сволочи себя здесь чувствовать, ну, как минимум, уверенно. Потому что мы видим, что диверсионные атаки продолжаются. А кто должен бороться с диверсантами? Чья это зона ответственности? Ой, ФСБ. А что ФСБ? А ФСБ не может. ФСБ сейчас занято. Оно генералов утюжит. Слышите эти приглушенные крики, словно из-под земли? Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка! Тоже, кстати, фраза из истории государства российского, да. Кто-то из подвала, кто-то из Сирии такие письма шлет на валдайскую деревню дедушки. Ничему людей реально история не учит. Кстати, Суровикин же же объявился. Ну, как объявился? Объявили. Вот фото, сделанное совершенно случайно оказавшейся в нужное время в нужном месте кровавой барыней лошадью Собчак. На этом фото мы видим карманного Армагеддона. О случайности и непостановочности фото говорит, например, то, что Армагеддон выходит с женой из кустов. Вышли из кустов и идут куда-то. Обычное дело после такой длительной разлуки, правда? Кстати, очки на генерале в сумеречный бессолнечный день подчеркивают – все хорошо, ребра срослись, синяки под глазами почти сошли. Все просто, понятно и логично. Не то, что с упавшим Шольцем. Да, тут все намного сложнее. Упал на пробежке – да, сейчас! Сейчас Сосновский целую теорию разовьет. Конспирологическую, конечно же. Вот, Владимир Владимирович, вы хорошо бегаете, я хорошо бегаю. Я не знаю, ответим на один вопрос. А можно ли, бегя, упасть лицом в асфальт? Да все бывает. Нет, не бывает. Вот не бывает. Мой медицинский опыт и мой метод бегуна… Нет, ну просто мой личный опыт. Вот я год назад как раз был в эфире с таким… Но я на велосипеде в Граве въехал. Нет, это совсем другое. Это у вас методика Байдена была. Это другая. Байден по сравнению со мной – просто гонщик спиди. Я вообще не умею ездить на велосипеде. Нет, это совсем другое. Решил в старости освоить, понял, что было… Бегуны ломают себе кисти, бегуны ломают себе локтевой сустав разбивают. Ну, то есть надо бегать вот рыбой так, чтобы закупать. Нет, этот вопрос я не собираюсь рассматривать с медицинской точки зрения, но я задаю вопрос. А почему это произошло вот именно сейчас, когда на выходные дни ожидали серьезного выступления, хотел сказать, Байдена. Байдена тоже, Шульца. Серьезного выступления, где, в общем-то, ожидалось… Форма соскочить? Да. Попытка, где ожидались от него такие, ну, я бы сказал, кардинальные заявления, в том числе насчет Тауруса. Как приятно, когда человек много и хорошо знает русского языка, да? Бега упасть об асфальт. Ну, все правильно. Бегун бегит, и бега, споткнувшись, у него поцарапалось лицо. Да. И вот эти люди, они борются за звание страны с высокой культурой. Да научитесь на русском говорить сначала, а потом начинайте новый мировой порядок строить. Ну, нет. Холодная война, она идет, она идет полным ходом. Мы боремся за новый мировой порядок. Вот то, что сейчас прошло, я имею в виду саммит БРИКС, а ведь это уже очень важный период, как бы, транзита. И вот тут коллективный российский околотелевизионный Вань-Мань начинает надуваться прямо от гордости. Только вот напрасно. К новому порядку ни Вани, ни Мани никакого отношения не имеют. Это не русский мировой порядок, это китайский порядок. И в ходе строительства этого нового мира и нового порядка Китай пока что только на карте, но уже отрезал кусок России. Китайский государственный картографический сервис стандартных карт 29 августа 2023 года представил комплект географических карт на 2023 год, где обозначил территории КНР большой уссурийский остров на реке Амур. Несмотря на то, что согласно договору между Россией и Китаем от 2008 года остров был разделен между двумя странами. Новая официальная карта Китая отмечает целый остров как самую восточную точку китайской территории. А в пояснительной записке подчеркиваю, что карта, составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира. Это цитата, если что. Как говорится, ой. Там еще от Индии кусок отхватили, но индийский МИД свой протест сразу высказал, а российский. У российского МИДа рот занят. Он с русофобией Запада борется. На Западе все русофобы в той или иной степени. Одни это умело скрывают, другие говорят об этом прямо, но они нас не любят. Вот это надо вот так сказать. Очень сильно. Исходить из того, что они нас никогда не любили и любить не будут. Даже если они сражались плечом к плечом вместе с нами. Как в Первой и Второй мировой войне. Они были союзниками, мы воевали против тех же самых противников. Тем не менее, они уже тогда... Но технически, плечом к плечу, они с нами не сражались. Ну, как, считается, что плакаты 42-го года, с 1 января, как образовалась антигитлеровская коалиция... Нет, у нас была с плечом к плечу с англичанами-американцами. Интересно, а почему? Что же такое? Как же так произошло? Может быть, потому, что Россия с определенного момента, нажравшись западных денег, начала вести себя, как нажравшийся быдлан в дорогом и очень интеллигентном ресторане? Ну, вот такой вот легендарный ТАГЕЛ, но только на международной арене? Может быть, потому, что попытки воззвать глаз у разума в российской голове отлетали от толстой черепной коробки и опущенного, нахмуренного, набыченного лба? Может быть, потому, что вся риторика и вся философия России на международной арене удивительным образом напоминает риторику и философию гопника? Самого тупого и самого хамоватого гопника на районе со всеми этими? Сышишь и «А чё, слабо?» Соловьев. Угу. Угадали. Мы, наконец, видим, что мир вступает в эпоху глобального конфликта и горячего. На Западе с этим уже не спорят. В Вашингтоне по дурачка повторяют, что не ведут войну с Россией. Ну, а что же вы ещё идёте? Когда вы указываете украинцам. Кстати, напомню, украинцам воевали на стороне международных террористов Чечни, тогда мы с ними столкнулись в первый раз. Конечно, вы за ними стоите, конечно, вы воюете. Просто чужими руками. Воюет ваша техника, воюет ваша разведка, воюют ваши генералы, рисуя планы, которые проваливаются. А сами вы, да вы просто бздливые скоты, которые боятся выйти в честное противостояние с русскими. Вы просто боитесь. Вы просто трусы. Поэтому вы хотите воевать деньгами, как вы на самом деле всегда воевали. Давайте вместе поможем Рудольфовичу восстановить память. 7 февраля 2018 года. Окрестности Дейр-Эс-Зор в Сирии. 22.00. 30 американских солдат из отряда «Дельта» замечают нездоровое движение в свою сторону сирийских и русских солдат из отряда «Вагнер» при поддержке танков. Атакующая группа состояла из 500 человек и 27 единиц техники. 30 против 500. На секундочку. Американцы пытаются связаться с российским командованием, но безуспешно. 22.30. Американцы делают несколько предупредительных выстрелов в сторону колонны. Безуспешно. 22.45. Пожав плечами, американцы наносят удар по колонне. Авиация, вертолеты, дроны, артиллерия. Час ночи. Остатки атакующей группы уже пешком попытались ползти в сторону американских позиций. Были уничтожены огнем пулеметов и дживелинов. В 2 часа ночи все было кончено. Такая вот история прямого столкновения американцев и русских на поле боя. Хотя в философии гопника, конечно же, кричать, мол, а че они не вышли в чисто поле, а? Вот если бы они вышли, 30 человек против 500, вот это было бы честно, а так не считывая. Гопники всегда врут и выкручиваются. Всегда нападают на более слабого и всегда врут. Удивительно похоже на современную Россию, правда? Но иногда их вранье переходит все границы. Когда Запад рассказывает о чудовищах, которыми для них являются все русские, русские солдаты, я в этот раз был у ребят, у полковника, который командует бригадой, героем России, и я спрашиваю Леонида Владимировича, я говорю, а вы в Бучу верите? Он говорит, нет. Нет. Никогда. Я же своих солдат знаю. Никогда русский солдат ничего подобного делать не будет. Никогда. Спасти – да. А вот то, что считает Запад, нарратив, который они ведут на протяжении веков – нет. Немецкий солдат – да. Британский солдат – да. Американский солдат – да. Русский солдат – никогда. Никогда. Нашей культуре – это абсолютное табу. После Буча, Изюма, после Мариуполя, Харькова, после казней пленных, после пытошных, после пыток, зафиксированных на камеру, слышать вот такое – очень хочется с Соловьевым сделать так же, как вот эта русская женщина. Полегчало немного. Русский солдат не способен на зверства? Советские солдаты в Германии, насиловавшие немок всех возрастов, есть в интернете свидетельства, исследования. Чечня, Самашки, Новая Алды, Дело Буданова, Грузия. Фото, видео навозных жуков в форме армии РФ, которые скатывают в шарик ковры, стулья и телевизоры из домов простых грузин и тащат это в свою навозную нору. Украина. Российский солдат не способен воевать без зверств. Российский солдат – это синоним зверства, воровства, мародерства и низости. В отличие от пафосного, но бестолкового шептуна, все сказанное мною сейчас можно подтвердить фактами, свидетельствами, фото и видео, каждое слово, каждое преступление. Вообще само существование российской армии – это уже преступление перед гуманностью. Просто россиянам в это тяжело поверить, потому что армия – это зеркало общества. А в такое зеркало страшно смотреть, проще и спокойнее обвинять всех вокруг в том, что происходит. Для россиян признать кривизну морды своего государства, своей жизни невозможно настолько, что даже в самый тяжелый момент, закутанные в черные одежды, похоронив свою кровинушку, они не могут сказать себе «во всем виноваты мы сами». У экранов смеялись мы вместе. Украинец, чеченец, казах. И Володя Зеленский – талант, ведь смех и слезы и в русских глазах. И в таджинских, армянских, грузинских, но талант, он талантлив во всем. И сегодня уже не смеемся. Слезы горя по сыночкам льем. И чеченская мать, и казашка, украинская и русская мать. Сыновья наши встали в атаку, не смеемся, идут умирать. Умирают мальчишечки-братья, что вчера еще были друзья, а сегодня идут под проклятия друг на друга. Сны, так нельзя. Сына мать завсегда оправдает. Виноват тот другой, а не мой. Что Зеленского мама мечтает? В НАТО быть или жить всей страной? Чтоб как прежде без войн и сражений, чтоб над сыном Катюшам не петь, чтоб другим сыновьям на крестинах и на поминках братьев сидеть. Вова, маму послушай любую, хоть мою, хоть свою, хоть его. Обнимите сыны в эту пору лихую. Мы растим вас не для того, чтобы убитыми встретить вас дома и над гробом закрытым рыдать. Я хочу видеть внуков еще не рожденных. Сынку брось, прекрати убивать. Два Володи, вы к миру придите. Просят матери всех сыновей. Главы стран, компромисс вы найдите. Прекратите войну поскорей. Знаете что? Бесполезно. Бесполезно рассказывать этой Кикиморе, что это Россия напала на нас. Что это Путин начал войну. Что это она отправила своего сына на войну. Она не смогла воспитать его нормальным человеком, который бы не поехал в чужую страну убивать там людей. Сдался бы в плен. Пошел бы в отказ еще на территории России. Нет, бесполезно. Она не поймет. И все остальные такие же тоже не поймут. Поэтому просто валите из Украины. Просто валите без лишних разговоров. Хотите, чтобы ваши сыны не ложились в нашу землю? Валите из Украины. Забирайте их силой, обманом, как угодно. Валите. Прямо сейчас. Потому что потом будет уже поздно. Для некоторых уже поздно. Мы уничтожим всех россиян, которые с оружием находятся на нашей земле. Рано или поздно. Огонь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...